В поселке Ильске 1 сентября состоялось совещание главы района Адама Джерима и депутата Государственной Думы, чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога. В рамках встречи они обсудили вопросы физической культуры и спорта в Краснодарском крае и Северском районе. Большое внимание в районе уделяется созданию условий для занятия физической культурой и спортом. Всего на территории района находится 171 спортивные сооружения, работают 5 спортивных школ. Общая численность систематически занимающихся спортом детей составляет более 400 тысяч человек. В своей речи Дмитрий Пирог не раз подчеркнул, что Кубань – один из ведущих регионов по многим спортивным показателям. В масштабах края лидирующие позиции занимает Северский район. У вас здесь в районе очень высокие показатели, но прежде всего от того, что здесь правильная, продуманная, очень выверенная стратегия вашего районного центра, главы и команды. Некоторые районы Краснодара, откровенно говоря, могут вам позавидовать. Депутат ответил на вопросы присутствующих на встрече тренеров. «Развитие стадионов в масштабах муниципального образования, существующих, не вновь построенных, а существующих, вот устройства, будет производиться». «Здесь очень много сделано, но в то же время то, что было сделано, уже там требуется, время подходит, уже требуется для того, чтобы, ну, по крайней мере, восстановить площадки, привести должный вид некоторых из них. Потому что я знаю, что определенное количество восстанавливается здесь. Реставрировать крайне важно. И есть программы физической культуры и спорта, и есть программы по реставрации, по восстановлению». После совещания Адам Джерим и Дмитрий Пирог осмотрели спортивные объекты поселка. Они посетили спортивную школу номер два, открытие которой запланировано на октябрь 2020 года. Особое внимание чемпион мира уделил универсальному спортивному комплексу «Юность». Его открытие состоялось в этом году в рамках краевой госпрограммы развития физической культуры и спорта. В конце встречи Дмитрий Пирог высоко оценил спортивные объекты поселка. Депутат остался доволен их оснащением, современностью и комфортом. Открытие таких спортивных комплексов благоприятно скажется на развитии спорта Северского района.